С каждым годом число желающих побороться за корону и титул «Мисс Тверь» растет. На этот раз в модельное агентство «Нью Фэшн Лук» пришло более 60 заявок от девушек из Твери и других городов Верхневолжья. В итоге половина дошла до финального кастинга. Конечно же мы рады, что с каждым годом число желающих принять участие у нас растет. Новых участниц в этом году много, и с предыдущих лет буквально у нас было две заявки на участие. Все девушки расскажут про хобби, и в этом году у нас также будет творческая часть на самом мероприятии. Поэтому во время кастинга девушки рассказали не только о своем образовании, но и поделились увлечениями, танцы, волонтерство, рисование, поэзия. Претенденток оценивала жюри, состоящая из организаторов, постановщиков и партнеров конкурса. Они признались, что непросто было сделать выбор. Почти каждая из участниц достойна выхода в финал. В Таржевский золоташвей мы уже много лет поддерживаем этот конкурс, и уже есть достаточно хороший опыт работы с моделями, потому что мы участвуем на многих мероприятиях. Конечно, основная цель нашего отбора, лично моего, то, что мы смотрим, какая из девушек сможет носить одежду изо льна и представлять как раз русские традиции. Медцентр Триомет уже не первый раз участвует в конкурсе Мисс Тверь, потому что мы готовы предложить девушкам, участницам, именно те процедуры, которые поддержат и сохранят их естественную молодость и красоту. По итогам кастинга в финал вышли 16 девушек. Они и будут бороться за титул Мисс Тверь. Гала шоу конкурса пройдет 1 марта во Дворце культуры Химволокно. Сам приход сюда – это праздник, это шоу. Я хочу получить только положительные эмоции и подарить их окружающим, поделиться с ними. Настроена на победу, конечно же. Буду бороться за корону. До сих пор не могу отойти, очень много эмоций. Я очень рада, что я прошла. Впереди участниц ждет основательная подготовка к конкурсу. С Нового года у девушек начнется череда репетиций, а также насыщенная программа с фитнес-тренировками, процедурами по уходу, фотосессиями и другими событиями. До встречи.